Субтитры делал DimaTorzok Снимаю там фильтр воздушный Той, что наверное уже фильтрует все хорошо Два корпуса тянет вроде бы и непогано Легко Да, хоть и страна такая У 10 млн населения Да, но это и своя техника есть у них И причем техника отличная Даже эти DimaTor они даже у нас продаются Ну это видно Старенький Капперец Уже Да, без полного привода Ложковато ему Горячило так Лучше Но мотоблоки конечно не интересны Тут ничего не скажешь Точно такие уникальные мотоблоки Тож тут я нигде не бачил аппарати Ну хотя бы этим плюсом стоять Лиса на колесах Ну хотя бы этим плюсом стоять Лиса на колесах Ну это тоже непогано Два затори тянут дрова Ну если мы смотрим там старые мои подборки про Вьетнам и их мотоблоки То они одним мотоблоком тягают даже еще больше дров А тут то два таких зировых аппарата просто по сухому не потягли ті дрова Так что так вот бывает То есть техника именно Одноприводная такая Да ну Ну что еще такая вспашка не бьет Ну что еще такая вспашка не бьет Оце Да Красиво Тим больше стоять на колесах грузи На каждом лисе Все же типовый взгляд Крутатора Ну и сам в них виразе У него было красиво Похоже так трохи десь там На Антонио Кареро Итальянца Ну это видно уже Какая-то самоделушка может Ну хотя если поделиться на той мотоблок То у него вот этого мотора почти и не видно А в них тянут один потус Без проблем Это заразу передать видео Чтобы техника была именно в работе Поделиться на ее работе Так же не забываем написать в комментарии Как вам такая техника Техника именно в Чехии И какой аппаратик вам так больше понравился Або может даже в кости есть Потому что очень много И в Украине и других странах В кости есть Чешские аппараты такие Особенно З4К То есть Такие аппараты Очень хорошие И главное в них есть Вон прийти Помаленько потихоньку Ну хотя там немае где Резигнаться вон В принципе если подумать Не ну тут они хорошо грузились Не спорю Постарались Только интересно если он там есть Горочки какие Чи он выкинет Stick and roll Так старенький Затвор по моему Старенький Затвор по моему Старенький так вот Простя Ну что самое интересное Даже в этой фрезе Есть опорный колес А в китайских Немае опорных колес И все странно Проходится если В какой-то фрезе Я бачу кто каже что Откроется Доработать Опорные колеса На фрезу То Это минус Китайских фрез Посадка Картошки Для загора Она уже в основном Так что будем Подъявлять На картофель Сажалки Тоже багато Кто начинает писать И шукать Я буду его купить Ну и мне тоже интересно Так что Может я Попитаю На картофель Интересная фреза Видно что Старенькая Мне нравится что Он делает На ней Из небольшой Такой скоростью Потому что Как Подивишься Как Роблять Багато хто С китайскими Фрезами На каких Они Скоростях То Долго Они Не проходят А тут же Хочет такий Трактор Здоровый Да Но он Помаленько Потихоньку То есть Бережай технику Бережай фрезу Тоже Фреза Я вам скажу До Минитрактора Это Такое Дорогое удовольствие По 800 долларов По 1000 Есть даже Дорожий Фрез Ну До Трактора Трактора Мы Головин Просто ошибиться Красавица Похожий На Куботы Тоже Японский Трактор Так что Бачим Хочет Такая Краина Невелика Но Техники Несуне Чимало И Притом Вони Тоже Популярные Украины Затворы Подаются Затворы Подаются ТЗ4К Конечно Я не видел В Украине Может Вони есть Но Просто Не видно Но Затворы И новы Подаются Ну Так Компактные Похожи Похожи Трохи На МТЗ Министракторы Похожи Обеда С кабиной Интересный Вариант Тоже Наверное Те, как и до китайских Продаются отдельно Кабины И уже сами Вони устанавливаются А может уже готовый С кабиной Продаваться Кто его знает Заводом Опорное Кулесо И отрезный Диск Диск Заводом Да ну Как-то покупал Я хочу Таких большой Раз Ну Именно До такого Мотоблока И передний Вариант Понятно Это Токийный Хлуст Но Шоб так Установить То Молодцы То есть Продолжение Конечно Я бы сказал Не очень практично Так Висота Минимальная Мощно Два Таких Корпуса На такую Градину Протяну До 49 49 И Полный Привод Решает Всегда И Тем более Если у него есть Плюс Блокировка Деференциала То Будет Он Тих Все Підряд И Перекурки Все Причем Не знаю Дивись на таке Видео И Мені стає Якось стильно Вроде бы Такой Маленький Мотоблок А Заория Отак Непогана А тут Коли Пробуешь Своим Одним Копусом То Вилазить Куча Всяких проблем Хотя 300 кг Там Противста То Не сравнение Ни Как Я Я думаю В каждой Краине Интересна Своя Техника Ну и так Если так чисто коротенько То там Населення Плюс-минус 10 млн То В принципе Невеликое Такое Населення А техники Интересно И Дуже Дуже Багато Есть Мотоблоки Минитрактори Ну конечно В них Земля Камняниста Горы Глина Так что Особо там Так Дуже Багато Полів И Немає Ну а техника Конечно Непогана Те Как именно Греция Вона находится Недалеко От Италии Турции Болгарии То Конечно Там Так же Есть Турецька Техника Так Так Итальянська Техника Тут Покруче Так Именно Турция Славится Своими Историчными Памятками Своими Курортами Пляжами Тысячами Островами Так И Красота Да Видно Что В них там Больше так Горы Камни Ну и все равно Я вам скажу Интересно Что даже В таких условиях Люди умудряются Засевать поля Садить Сады Ну это круто Конечно Не хватает Цего аппарата Підножок Чтобы можно было встать И ехать Не всегда Я думаю Удобно Бегать За ним Буде За ним Водя Зараз Не На 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 Ну а даже тут видно, как горня просто камень, камень на самом деле, ну горы, камень, то с полями там явно не разженешься, особо так не насадишься, но все равно техника в них дуже хорошая. Ну понятно, там конечно туристов дуже багато, так как очень интересных памятников, это как и Акрополь, который был построен в 5 столетии до нашей эры, то конечно там очень много туристов и за счет этого эта страна будет очень много. Не говоря там про уже пляжи, острова и так дальше. Ну а мотоблоки не сказать, что прям такие аж крутые. Ну а может просто не попалися. Я думаю там повинны быть и шикарные мотоблоки. Так как с техникой у них там явных проблем точно немае. Ну пожалуйста, даже есть и американские тракторы. Видно, занимаются садами тоже. Ну а насчет культури, то я так и не понял. Если там взять Индонезию, то там понятно рис, бананы, кокосы, сахарный тросник. То тут еще надо посмотреть, чем они занимаются. Больше так сады я вижу. Не забываем также написать, как вам такая техника. Может комусь якась именно понравилась, то можете поделиться в комментариях написать. Ну мульчер был. Ну если бы именно ручки развертались, то было бы немного удобнее, что можно было бы ехать заднюю передачу и вправлять ним. А так сбоку ходить, я думаю, не очень приятно. Наверное виноградники. Но если бы обратить внимание, как это здоровенное поло, то понятно, что именно обрезка идет трактором, а не вручную. Потому что такое здоровенное поло именно обрезать вручную будет очень тяжело. Что-то копают, какие-то корень не выкопают. Может был какой-то сад, то я знаю. Ну это, кстати, интересный мотоблок. На руки, конечно, видно не очень приятно так. Ну чего-то у них такая земля, как поделиться это видео, у них сухая просто. Камьянистая земля, не очень приятно для работы. Видно, дрова кто-то заготовляет, целая стена с дров стоять. Пляжи. Да, даже тут видно фрезеру и просто скаминня лежит. Так что жалиться на нашу земельку, я думаю, явно точно не стоит. То же, как поделиться, в каких условиях работают люди. Если там взять Индонезию, там грязь. Треба садить рис. Взять Грецию, роблять в сплошном камине, считай. Ну питань до мусеничной техники не мается. Техника шикарна, проходимость у нее хорошая, то хорошая техника. Видно, какие горы, какие камни. Картошечку явно там не посадишь, аж нияк. Ну не знаю, пока я видел только сады, сады, виноградники и сады. Пока еще не видел ничего такого. Прям посаденого. Дивимся дальше. По-моему, Штилевский мотоблок, если я не ошибаюсь. Если поделиться вдаль, то тоже горы и сад посадили. Красиво там видно, ухожено. Ну не знаю, это больше похоже, наверное, что они делают какую-то дорогу. Потому что явно там точно ничего не посадишь. Даже и сад в камине посадить не может. Хотя, если поделиться вдаль, то есть там жевкие полы вроде бы. Ну кто знает. Может и нет. Ну тут явно тоже сад посадили. Слые, так сказать, заботы и проблемы. Ну, не знаю, для чего трактор на радиоуправлении. Честно, даже не могу и представить. Смисел який. Это хиба, что там какие-то мины ехать. Разминовывать. Ну, а так, кто я знаю. Тоже средний мотоблок непоганый. Ну, хотя тут земелька, я вам скажу, еще ничего такая непогана. По сравнению с той, которая там была. Так, ну и первый раз якийсь поле интересное с чем-то посаденным. Но если даже обратить внимание на какие грудки здоровенные, то доща там явно не хватает. Ну а то, что посадили, непонятно. Может кто-то это знает, то напишите в комментарии. Ну, хоть одно поле, и то невеликое среди гор. Тоже там, дивиться, гори, гори, гори пішли. И десь аж у низку непогана земелька. Там еще, наверное, снег лежит на горах. Вот он, ближе есть. Нет, очень интересная у них природа в Греции. Я вам скажу, очень интересная. Тем более, что тысячи островов. Круто. Уже не говоря про их памятки в Афинах и так далее. Акрополи и тому подобное. Ну а насчет техники, да. Техника в них шикарная. Есть очень интересные апаратики, как и мини-тракторы. Да, здоровых тракторов нет, из-за того, что там нет здоровых полей. Вот так вот. Сады, в основном, идут. Не, ну стиль мотоблоки в них таки интересные какие-то. Необычные. Не похожи там на другие мотоблоки из других краю. Ну, это больше таки, наверное, старенькие какие-то. Явно музейный таки экспонат. Ну, качество есть качество. И сейчас он делает. Не знаю. На это и посмотреть, как только из завода он считает. Новенький. Красочка не облезла там и так дальше. Красивые трактора. Ну, это уже больше таки ведь сучасные апараты. Те, как в Германии производят очень много техники. Это и джондиры и так дальше. Фэнди тоже, по-моему, там виробляют. Ничего себе, два аж маховика. Там, наверное, тяга будет хорошая. Так, за нас Фэнди идуть. Красавцы. Производят их и в многих странах, ну и так же и в Германии тоже. Это такие тракторы популярные. Косилочка с боку установлена. Там, это я даже не знаю, как выгода, но очень старенький видно. И по самому конструкции точно немецкий. Ну, не знаю, этот мото-блок меня больше напоминает как на какой-то самодельный, чем заводский. Красивее сейчас идут такие мини-тракторы, как бачим. Ничем, я б сказал, не уступаю. Там, по внешнему выгляду, там, другим тракторам из те же самые Японии, там, Китая и так дальше. Тоже уже работают красивее. Резина широкая, видите, какая. Трактор старенький, но в то время сделали хорошую, такую широкую резину. Ну, сучасная техника есть, конечно же, сучасная. Тут красивые уси тракторы они делают. Если кто-то видел, недавно было тоже в Германии там забастовочка фермеров. И столько там было тракторов, просто тысячи тракторов. И все, главное, такие дорогие трактори, то есть там джиндери, фенди, там, кейсы и так дальше. То видно, что фермеры там явно не бедуют и оставят свои там права, свои там позиции. По-моему, это у них руль должен перекручивать, если я не ошибаюсь. Да, ну может, этот трактор красивый. Но он не стоит, конечно, очень здоровый. Нам только можно посмотреть на такую технику, послушать ее сам звук именно мотора. Ниде не видел такого варианта вспышки. Хоть ниде не видел. Дуже интересно кто-то придумал и сделал. И не надо оборотный пуг. Проехал вперед, тогда проехал назад. Просто мне интересно, что у него колеса как-то стоят. Одно колесо стоит выше, одно ниже. Но это интересно самое так выше. По-моему, шесть корпусов аж тянет. Ну хотя для такого трактора шесть корпусов это не так уж и много. Мне, я думаю, может и больше потянуть. Я когда-то видел, как тягал 12 аж корпусов у нас на полях какой-то контакт. Честно, не помню, какой. Но 12 аж корпусов тягал. У меня трактор вроде бы и величенький, а грузики, какие стоят смешные, смешные таки спереди. Можем сюда бы больше накидать. Сваренький образ цифры тракторию. Похожий трохи на МТЗ 80. Ну, чуть-чуть так. Именно внешним таким выглядом. Старенькие апаратики. Ничего так передов, только вгору. Назадрати непонятно. Наверное поставили диаметр колес спереди трохи больше, чем там должен стоять. Из-за того, он трохи поднялся вгору. Так же, стандартно, не забываем написать, яка техника вам саме больше понравилась. Может, у кого-то тоже есть какая-то техника, именно производство из Германии. То напишите ваш отзыв. Я думаю, ця техника не дуже кого-то там подводить. Как там, роблять качественно. Даже если взять ту самую бензопилушку, штильовскую, да, тоже, германскую, то вони роблять по десятки вот просто-напросто. Без всяких проблем. А купи якусь китайскую, ну, воно отробить там год, два, три, четыре, там, пять отзывы, да. А именно штильовские, хотя сейчас все штильи тоже идут уже китайские, на жертву. Это, у кого старая попалась еще именно германская, то можно оценить ее качество. Да, ну, какие-то у них мотоблоков, такий один дизайн идет. Ну, это больше так у стареньких, да. А уже, конечно, у новых, то там трохи другий. Даже оцей взять. Уже йдет трошки лучше. Но все равно оця ручки похоже даже трохи на старих мотоблоков. Я не знаю, як він тяне таке величезное бревно. Вот чесно, я не знаю, як він тяне. Да, там з горочки трохи йде. Но все равно его вес здоровый. Но он его тяне как-то. Вот так вот. Кстати, оцей тракторець мне понравился. Ну, очень сильно он дымит через щур. Можно и задихнуться там. Наверное, двухпактный. Дышится. Ну, куточек прикольный и сзади. Не, ну, этому аппарату явно дополнительный вес точно не нужен. Не знаю, сколько его вес. Но я думаю, кг 600-700, а может и до тонны даже. Там сами грунтозацепы. Я думаю, по кг 50, а может и по 100 даже. Страшный зверь, если честно. Тим больше, если посмотреть, какая маленькая против того мотоблока людинка, то это просто что-то. Раньше умели технику явно делать, чтобы она не буксировала в земле. Да? Тим больше с такими мега грунтозацепами. Да, червоному трудненько ехать. Хотя еда без проблем, если подивиться. Тоже интересный вариант мотоблока с полным приводом. Ну, хотя, как видим, у них какие-то мотоблоки все равно отличаются. Чем даже в тих самых Индии, в Вьетнаме, в Китае, в Японии. То есть видно, что свои мотоблоки. Да, еще стоит и мегалка. Значит, такой габаритный аппарат еде. Треба бояться его правильно. Ну, не знаю. Самое больше мне понравилось заднее колесо у него. Такие широкие именно. Очень интересно будет спросить их на мотоблоке. Ну, это, я думаю, больше всего он, наверное, учится, потому что вспышка там явно не очень. Ну, странный какой-то аппаратик и кто вроде бы. И мотоблок не мотоблок, и трактор не трактор, что-то такое непонятное. Я тоже, наверное, приставка до мотоблока. Ну, как включил передний привод, другое дело. Потянул. То же без передка б не выехал. Не, ну, крутий аппарат. Тем более мне нравится то, что у него еще плечом отказается прицеп. Очень круто. В больших работах как раз то, что нужно. Интересный способ зафрезеровки. Кто не хочет за мотоблоком бегать, пожалуйста. Адаптер. Сидишь себе и гуляешь. Ну, я думаю, свои нюансы там по-любому есть. Все равно ему прийдеться вставать. И его попихать. Або еще то, что он может просто-напросто зариться. Гарные у них вот такие тракторы. Довгие такие. Видно мощь. Тем более что там грузи в него. Из первой инстрии. Ну, это, по-моему, похоже больше на Антонио Карреро. На итальянца. Ну, может ошибаться, конечно. Ну, странно, конечно, он работает. Наоборот, сидит. А кто ж тогда будет смотреть вперед? Странно, конечно. И это так же. Ну, мощные такие мне тракторы. Там ничего не скажешь. Шикарно. Ну, в них вот эти пуги идуть без опорного колеса. Хотя, он делает первый проход. И на такую мега здоровенную глубину. И он тянет без проблем. Ну, видно именно мощь трактора. Да, у нас сейчас зима, но что-то снигом не особо пахнет. Ну, веерина лапа. Оборка картошечки. Нам еще не скоро свитить, кстати. Только недавно убрали. Ну, а тракторець сам по собі переломочка. Непоганый. Ну, все эти мне нравятся трактори, как и переломки. Похожи на те 150К. Ну, тут хотя бы есть опорное колесо. Может, для виду, но есть. Ну, это больше так похоже на наши тяжелые мотоблоки. То есть, не наши, а китайские. Ну, все равно, какая-то и конструкция, и мотор другая. Ну, если посмотреть на первый взгляд, то нефига. Да, с такой скоростью фрезерировать, то я вам скажу, треба, чтобы трактор был мощь. Ну, шикарный аппарат. Я бы сказал, что Ferrari среди мини-тракторов. Хотя есть такой, кстати, мини-трактор Ferrari. Так и называется. Кстати, он не похоже. Да, если бы прицепить вот такой плуг безопорного колеса до любого китайца, я думаю, он бы его не потягнулся точно. Тут ось эти махины их тягают. Тем более, что на полную глубину, что не видно даже и корпусов. Ну, даже и подняв и упорное колесо, так думка, воно мне не надо. По самому раму его в жену и буду работать. Интересно, какая же там глубина? Ага. Ну, я думаю, на тридцатку он иде. Тут прямо цилину культивирует, пропалюет в садах. Ну, не знаю, это так больше похожий на обычный мотоблок. Также не забыл написать в комментариях, какая вам техника самая больше понравилась у видео. Позже аппарат 4х4. Такая, конечно, будет проходимость у него непогана. Задок видно отключенный, наверное. Он только что, только включает и он начинает двигаться. Красавец. Красавец який. Салончик вот так. Компактненько все зроблено. Тем более, есть еще и кабина. Переносы тоже открываются, как видим. Крутий аппаратик. И тем более, тоже прицепы перевертается. Но земелька явно суха там. Нелегко так иду. Грудки. Грудки. Теплиця будет. Если посмотреть на сам результат на пущу, который он уже обработал, то шикарно. Только попробую за ним вот так побегать. Мотоблок видно подбуксовывает. Нелегко ему. Хотя пужок там невеличкий стоит. Да, ну любят они там вот эти пуги без опорных колес. И чего ему он так отличается, я даже не знаю. Например, у нас все пуги с опорным колесом. Там пуги без опорных колес. То есть не поймешь. Может кто все знает, может написать в комментарии, в чем такая причина. Не, ну я бачу, там тоже попадается из опорным колесом. Ну, Ну, Дуже мало таких. Ого, Зарыв. Не, ну тракторивец и Антонио Карево – это что-то просто. Итальянец, но в Турции. Тоже по самому раму считай. Загнал его. В принципе есть правило, для чего ему опорные колеса, если они любят по самому раму их загонять. Да, он тут, наверное, больше всего у него есть блокировка дифференциала. То, чтобы если бы не было блокировки, он бы сейчас с таким плугом у четыре корпуса просто-напросто забуксувал. Все видно после вспышки. Ровняет, катается. Вот даже видно такие аппаратища. И то буксует. Под горочку. У него сейчас передние корпуса, кстати, зариваются душе, чем задние. Наверное, ему требует что-то там трохи подрегулировать. Я, конечно, не специалист у трех точках. То, ну, видно наглядно, что передние корпуса там зариваются душе. Четыре корпуса. Ну, все, конечно, идеально, что передний, что задний. Но работа на все сто. Да, но с передним колесом там что-то явно не то. Ну, как-то она трохи аж вывернулася. Беларусь. Наверное, партия поехала туда была колись. Так как у них встречается цей трактор, ну, так часто. Наверное, закупилась. Ну, хотя они живут недалеко от Японии и Китая, то большинство, конечно, техники у них это японская и китайская. Да, дифференциал, конечно, как работает, это очень плохо. Но если бы два колеса так крутились, то может быть и выехали. Вот так. Одна крутится, а одна не крутится и зато он выехать оттуда не мог. Ну, а самая интересная техника, мне нравятся вот такие аппараты, которые они там вырабатывают. Так сказать, минимум кабины, там всего, там, внешнего вигляда, а именно все они сделали так, чтобы он вытягал такие здоровые веса. Трициклы. Ну, у нас их тоже продают, похожие китайские. Мне нравится то, что есть даже и гидравлика. Ну, тут они что-то прямо сделали таке чудное. Я прям поставил мотор. Ну, прицепы сварили очень мощный и мощный. Тим больше 4х4. Ну, вроде бы передок из мото-блока, но прицеп стоять явно мощный. И больше такие мото-блоки можно побачить с такими прицепами только в Вьетнаме. Даже если брать уже там белья них в Вьетнаме, тоди йде Таиланд белья них, то в Таиланде уже таких прицепов и немало. Там другие прицепы. Без привода. Таиланд белья. Но мотор мощный, если он так начинает буксировать. Тоже же та самая проблема с дифференциалом. Одно колесо буксирует, другое стоит. Вечная проблема этих дифференциалов. Из-за них проходимость очень сильно падает. Такой техники в любом должно быть 4 на 4. Не, ну тут явно если ты видишься, то понимаешь, что кабина точно самодельная. Но как-то с такой низкой, странно он выглядит. Ну а так трактора отлично, красивый. Если б не кабина. Не знаю, у кого это поля есть. Там земля 2, гитара чуть больше может. То такие как раз комбайны были бы саме то. Для уборки там пшеницы, я думаю, тоже будет убирать ячминь. Так, кабина тоже видно самодельная. Кто-то постарался, сам сделал. Главное, что векна открываются. Так же если это не трактор, то это тоже самодельный. Ты видишься я видео, как они их собирают. То молодцы. Потому что подобных очень мало таких тракторий. Ну вот тут конечно, кстати, непонятно, что он ныне восклашивает. Рысь. И чему же мы не хотят его просушить сразу. Кто же. Ну и так же, как всегда, не забываем написать в комментарии, яка вам техника так самым больше понравилась. Даже аж странно, как девица, бачить обычный пугай там. В основном там идут дискови. Но так, как ты видишь, это даже странно. Непогано они так грузят на эти тридцовики. Но спереди, если посмотреть, амортизаторы стоят мощно. Это больше кто-то занимается, наверное, каким-то бизнесом. И тоже, видите, видно циркулярка. Наверное, кто-то распылились дрова. Або пыляют, або сканяют. Но ему повезло, что у него еще плюс 4х4. И так же прицеп с приводом. А так бы он туда не выехал. Да, интересно, чего он там встрял. Но вроде бы, если посмотреть, не уж там такая яма здоровая. А засел непогано. Еще и, тем больше, он пустой. У них много таких интересных на самоделок. Но самое большее мне нравится, это мотоблоки с повным приводом. И прицепом напрямую. Таких мотоблоков вы никогда не увидите больше. Даже если посмотреть в Индии, в Таиланде, то там в основном идуть мотоблоки с довкими такими ручками и прицепами без привода. То они там, как видишься, много видео, что они там очень таки боксуют из-за того. Но хотя в В'єктнане они делают эти приводные прицепы из-за того, что в них находятся горы скрозь в В'єктнане. И из-за того, что в них ездят, им нужно постоянно подниматься на горы, остаться с гор. И из-за того, у них что-то вся техника есть с приводами, так как они идут. И это больше так гнают, это похоже, как в Карпатах. Например, что у них там горы. То там так само. Левня. Да. Дорога явно тут не дуже. Лебедка видно. Носок вытянула. Левня. Они слышно на тракторе, как с тобой дают турбонаду. Турбинка. Ну прицепы явно переборщили. что мне интересно собралось перевозить таким процентом здоровенным вот такие вот мото булки мне больше нравятся у вьетнаме там они очень крутые главное у них покодимость больше чем у мини-трафтера длиться ссуне грязь, но еде тоже видно самодельный аппаратик и 4х4 тоже ничего не змей заехать на плиту но я вам скажу что после того как поделиться на мини-трафтера Италии то я вам скажу Япония уже так и трошки отдыхает в стороне не знаю как там по ценах, может итальянские мини-трафтери дорожчие за японские но если я оцениваю свой внешний вид и мощь ну не знаю напишите в коментарии как вам итальянские мини-трафтери но самое интересное это что в них как мы видим что сидушка и рульовая вертается назад то есть крутится треба ему ехать назад он перекрутив сидушку и еде назад красота не знаю я в японской технике такого не бачил ну могу ошибаться, может и есть но я еще не бачил что было в японской там было або китайской и так перекручивались сидушки если бы взят там даже китайского або японского то если бы пришлось прицепить вот так мульчер то так бы не покататься хиба что ехал бы только вперед а тут вот такой хороший плюс то что он может всегда дивиться на него и контролировать полностью ситуацию фрезеровка шикарно тут не поспоришь и то что ручки двигаются в сторону это тоже величезный плюс не надо топтать землю сфрезерованную да такие красавочки с кабиной шикарный аппаратик феррари а сразу скажу что могут аппараты попадаться так же производства других стран тоже есть в Италии ну в основном старался подбирать технику именно производства Италии чтобы посмотреть на нее чтобы посмотреть на нее роторный пух непогано непогано справляется по целинии и и и и и грузом таким не каже даже трактор съехал красивые трактори ничего не скажу что ци феррари что Антонио Кареро их красавцы японцы явно отдыхают сторонникам если поделиться на мотоблоке то в всех они отличаются в Китае в Китае один в Индии другий в В'єктнаме третий а в Италии другий вообще то есть они отличаются ну этот мини трактор это как наверное как феррари среди мини тракторов очень круто сделано дизайн конечно огонь и тем больше что он на гусеницах у него там проходимость и тяга очень страшная я думаю там и цена под 100 тысяч долларов это точно не 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 погано вигляд у него не обычный и погрузчик ну конечно кабина поднимается это надо чтобы не бояться высоты а так если в принципе грузить то функция отличная то есть поднял поделился не погрузил где ничего не подсыпал и правильно высыпал то молодцы сделали непогано у нас я так их еще не бачил в аппарате так кабина поднималась в этом уже есть но просто маневы еще не пропадали тоже так интересный ну красавец все при нем и колеса и габариты то есть сделано видно идеально просто немае там до чего и придраться не тянут такой здоровенный культиватор если подивиться на него он маленький а тянет аппарат то есть видно мощь не знаю че тут в него откидается так перевертается руль что он так сидит и дивится назад по моему перекручивается но чего-то он его не перекрутил это аппараты для обработки именно сада ну ну видно аккумулятор не техника наверно очень дорога для для прополки видно Ну, я бы сказал, что это самое лучшее такие мини-тракторы, конечно, они один величезный минус, потому что они очень-очень в дороге. А так, что дизайн, именно что мощь, то касается. Конечно, за цену такого мини-трактора, итальянского, можно купить штук 10 кантавий по 7000 долларов и менять их, как перчатки. Ну, я думаю, у них и зарплата там в Италии соответствует. Вот, пожалуйста, перекрутил сидушку, руль и его себе не кайфует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, есть чем изремонять технику всю. И самое главное, что интересно, что скрізь техника отличается. Если там взять Вьетнам, Турцию, Индию, Китай, Японию, то все равно думается, вроде бы техника там одна, да, там, трактори. Но они очень сильно отличаются от другого. Как мы видим, в Италии, они другая. Другая, не много другая. Например, у нас таких точно нема. В Индии таких аппаратов нема точно. В Китае, в Японии таких тоже нема. Вони, в основном, как мы видим, они в Италии, эти монстры. Да, они у нас тоже, кстати, продаются, но их просто никто не купит, потому что они очень дорогие. Невыгодно их купить, как я же говорю, проще взять там 5 китайцев мощных и с кабинами, чем, например, такого аппарата купить. То у нас они не выгодят. Я не знаю, для чего они так ввешают много дзеркал. Может, какая-то хиба, что в них читается, как прекрасная какая-то. Ну, это я пока делал новую подборку про технику Индии. То я заметил, что в них так много тракторов американских. Ну, мощные тракторы. Если посмотреть на задние колеса, какие у них стоят. Я знаю, что это идут такие здоровые из завода, но они уже поставили такие здоровые колеса на тракторы. Пресс-подборщик. Ну, у нас таких нет. Нет. Это только у них там. Это я заметил. Это Таиланд, Индия, Вьетнам. Это у них такие пресс-подборщики. Мне нравится то, что они там сразу тюки складывают. То есть не так, как у остальных валяются по полю, потом надо ездить, собирать. А вот сразу, пожалуйста, складывают там и задние. И все дела, так сказать. Набагато лучше. Ну, земля явно суха. Но величезные брилли вывертает. Ну, сахарный трусник, по-моему. Если ошибаюсь, то справьте в комментарии. Ну, мне этот трактор интересный, без передних колес. И так же не забываем написать в комментарии, какая техника вам сам больше понравилась. Будет интересно почитать ваши комментарии. Або какая техника у вас есть. Поделитесь. Ну, это, наверное, больше так самодельный якийсь. Мототрактор, мини-трактор. Явно не за виски, это точно. Ну, хотя грусть у тебя не хорошая. Может, он даже 4х4. Может, он даже 4х4. Такой, дуже здоровый. Для таких порив. season 4х4. Помоги. Дисковый пулк. На жаль, не видно, чей трактор, название его. Не знаю, если смотрится по колесам, то ближе похожий на японский якийсь. Но мне самое лучше понравился вот такой синей, с такими здоровенными колесами. Мощь. Хотя если это смотрится, то в Индии тоже там много своих тракторов есть. И в Ротбельд не ходит там за американскую даже. Вот это вот. Красавица. Вот такими тоже здоровенными колесами. Ну, хотя я думаю спереди такие здоровые колеса набагато уменьшують его радиус разворота. Ну, это, по-моему, трактора индийская в них. Ну, тоже, если посмотрите, такой здоровый трактор без передка, без ничего. Ну, они ставят широкие сзади колеса. Ну, за то. Ну, я вам скажу, вот там, ладно. Хай там передка в них немає, но самое главное, чтобы у них была блокировка дифференциала сзади. Тогда даже если есть заблокировка, даже без передка он будет спокойно тянуть плуги и прицепи и так дальше. Если немає блокировка, то проходимость его впаде на 50%. Это точно. Ну, все, я звек в моем спередку. Красивый трактор. А, ну, с плашком и отоблоком, это не очень приятная работа. кто пробовал то и знает так мне писал в комментарии что попробовал мотоблоком выиграть огород и кажется конечно катастрофа была интересная самоделка сидит на моторе по любому поводу не будет от мотора ну вот эта техника как раз мне кажется для таких робит саме то на гусеницях так как колесно часто показывают там просто встряевник прицепчик явно не для цього мини-трактора оцей кстати какой-то интересный но он кроме того больше никакой работы не будет делать как тягать оцей прицеп то есть я не знаю такий трактор я бы сказал одноразовый перевез груз надо там выиграть потягать борону або еще какую-то работу сделать он уже эту работу не сделает оцей больше туда я возьму же ставляться каоса ну если честно крепление питалась и я там не бочу ну вот я бы таким зверьем то заехать сфрезеровать огород ну вот я бы таким зверьем то заехать сфрезеровать огород из такой именно шириной фрезе здоровье ну хотя я вам скажу кто значит воно потянуть такую землю то что одно дело фрезеровать просто грязь а другое дело уже фрезеровать тверду землю ну кстати видео тут может деяки видео может попасти из таиланда потому что у них там оно почти одинаково из-за того может деяки видео попасти вот из этой краины вот та же фрезеру я то видно яка улетит там пилюха земля явно не мокра не суха по любому а у цей подборці кстати постарался добавить таки и тоже трохи и мини трактори ну в основном це буде такие здоровые трактори важкие кстати у него якийсь передний міст странный ну похоже то как работает на перелом я не знаю я первый раз вижу именно такие передние места в тракторах но не хватаетики кабины Да, вытягивает оборотный пух, форт. Ну и знаю, это более такие старенькие аппаратики. Ну и именно по качеству они отличные. То, что делают до сих пор без проблем, то американские тракторские хорошие. И тем больше на них никто и не жалуется, в кого они есть. Ну а такие, как трактора, как John Deere и так далее, то это очень известные тракторы и они делают скрозь. Наверное, нет такой страны, где не было бы хоть одного такого трактора. Хотя, наверное, есть. В Африце, наверное, точно такого не побачите. А, кстати, Америка находится біля кордону України между Польшей. Кто не знал. Так, стоп, стоп. Не спишите писать комментарии, что я ошибаюсь. Это была шутка. Так. Так. Кстати, Куас оцей. Может я это добавил случайно, потому что, по-моему, это не американский. Наверное, он попал в эту подборочку чисто случайно. Ну, красивый трактор, а не поспоришь. Ну, все тракторы на гусеницах, это мощные аппараты. Ну, таки буксовать не дуже будут. Так. Челленджеры оцей. Красивый таки. Мощный аппарат. Ну, оцей потягнуть и 12 корпусов. Не поспорить. Если он даже сейчас тягнет 9. А есть такие аппаратики, которые тягнуть плюсом еще спереди по 3-4 корпуса. Не знаю, но, по-моему, такую фрезу я не переборщил. Как я сыплю на трактор. Не, ну, трактор может, а не поспоришь. Но фреза, конечно, жесть. С такой шириной, наверное, метров 3. Ну, и скорость фрезеровки там не будет. Лучше, наверное, фрезу получше. Ну, строки с большей скоростью фрезеровой. Ну, тут понятно все. Як бачимо внизу под посаджений сад. То спашка проводиться под посадку саду. То, что... Так, и мне было интересно, и много кто писал, чего они так очень глубоко олют. То именно под посадку саду эта работа так и проводится. Не знаю, но какая-то кабина в него необычная. Странно. Видно, на земле каминя валяются. Тоже, наверное, под посадку саду, або просто пропали, если делать. Ну, и яким боком гидят, то опасненько там фрезеровой. Ну, дополнительные грузы-мешки. Непогана идея. Треться выбирать здесь. Как говорят, быстро, дешево и сердиток. И груз у вас уже есть. Не надо там ничего выливать. Ему только... Мешок с песком привязан, и все груз лежит. Видно, наверное, росла кукуруза. Ну, и приорю на такую хорошую глубину. Красивый трактор. Ну, и главное, это как дивится про американские трактори, в них почти вся техника иди на таких мега широких колесах. И это касается и старых таких тракторцов, и средних. Усих таки мега широких. Что-то они, наверное, знают. Также не забывай написать в комментарии, какой вам трактор, або как вам еще эта техника. Понятно, если там давайте сейчас чисто сравним, там, например, с итальянской техникой, то в итальянской технике больше такой именно мини техники. Так как у них сады, виноградники там, то у них не много таких здоровенных тракторов. А если сравнивать американские, то у них, как мы видим, такие мега тракторы здоровые. Их очень много. Кстати, вот это видео, конечно, жесть. На такую водку, и с таким количеством дров, еще и заехал. Конечно, с трудом, с трудом, ну, молодец, впораться на все стороны. Идем . Да, что-то поднимлю, хотя и там культиватор уцеплений. Не должна быть такая здорова именно нагрузка, наверное, он просто на высокие передачи игр. Итого ему шла такая хорошая нагрузка из-за этого. Ну тоже, видите, широкие колеса стоят. Цей Ford тоже явно не новый трактор, а колеса тоже стоят с грузами, плюс все мега широкие. Один корпус, но он взял хорошую глибину там. По цим аппаратикам растительно, с хорошеньким. Ну и то, с работой они справляются со своей тоже непогано, хорошо. Ну все, вот этот красавец. Там, если вы поделитесь, там какие-то старенькие были. Ну а сейчас они уже делают их похожие на кейсы, именно джандиры. Хотя все эти тракторы, они там похожи. То есть только отключаются цветами. Там, если взять кейсы, там червони, там джандиры зеленые. Ну а если поделиться на них, то в принципе там особо они уже не отключаются. Все, если взять там, да, в Италии, то там трактора отключаются, мини-трактора отключаются, все отключается. Если там взять Японию, то тоже други там. А ці, они похожи. А похожи чого? То, что их вырубляют скрозь. А заводы, хоть и производители Америка, а заводы то в Немеччине, то в Франции стоят их заводы. И вот они штампуют. Похожи один на одного. Потому что немецкие там, если взять трактора, что французские. Они тоже похожи один на одного. Ну, все чисто я свое мнение вам сказал. Вы можете, конечно, с ним не соглашаться. Таких тракторов вы не увидите. В Италии, если взять там, в Вьетнаме таких тракторов. Не знаю. Ну, по крайней мере, я в подборках. Ну, пока я робил эти подборки, то я не видел. Может, они есть. Не спорю. Но в подборках они мне, пока я робил, не попадались. Ну, я вам скажу, именно каждая страна отличается своей уникальной техникой. И вся техника интересна. В любых странах, где подивишься, десь что-то есть интересное такой техники, где в других странах ее точно нет. Так же взять и Америку, так же взять и Вьетнам, например. Искрізь она интересна, скрізь подстроена под свои, так сказать, потребности. То, что если взять Америку, там здоровые поля. Если взять Вьетнам, там поля, они маленькие, рисовые. Ну и, конечно же, техника будет соответственно отличаться. Искрізь. Написал мне подборщик, сделай технику Индонезии. Каже, там много интересных аппаратов. Потому что, ребята, постарался сделать, сделать, выбрать. Ну, если честно сказать, то давайте оцениваем их технику. Населення там 230 миллионов. То, в принципе, на такое величезное населення повинно быть и много интересной техники. Ну, я, конечно, так не лучше сказал, что там много интересной. Ну, есть интересные экземпляры, да. Ну, это в основном, да, Индонезийские острова. То там больше такой, наверное, туристический бизнес идёт. Больше, наверное. Видно, земля у них не дуже там глиниста. Ну, если именно судить так по видео, то тогда они занимаются так рисом там. Сахарный тросник. Пальмы. Такие культуры интересные. Такие культуры интересные. И недалеко тоди недалеко от Китая, Таиланда. То там понятно, чего они там занимаются такими именно культурами, как рис, тросник, пальмы, бананы и так далее. Такие климат именно им это позволяет. Ну, и техника, конечно же, больше будет такой китайской техники, японской. Такие, как мы, в принципе, с вами смотрели и Вьетнам, и Таиланд. Все эти страны как раз находятся недалеко от этих островов. Ну, а самое интересное, что я видел именно, как я делал эту подборку, это я видел у них шифинга китайского. Это было странно, если честно. То, что я делал подборки, я ни где не видел именно этих тракторов, таких, как завозят до нас. Это там кентаври, там додфенги, там шифинги и так далее. А в Индонеции, пожалуйста, один шифинг как-то туда попал. Выглядит себе самородный мульчер. Выглядит себе самородный мульчер. Ну, если честно, техники у них не очень много. Наверное, у них так не много здоровых полей. Из-за того именно величезной такой техники именно немае. А если есть, то это очень-очень редко. В основном это используют мотоблоки, как видим на видео, и мини-трактора. И то, я бы сказал, асортимент у них не такой уж прямо здоровый. Видно пальмы, тресник, рис. Ну, вот это, кстати, я не знаю что. Может кто-то это знает, напишите. Именно что в них в прицепе. Перевозят они. Да, и бачим острова. Вода. Какие там, в принципе, будут здоровые поля. Это техника здесь для рысовых полей. В сути, аппарат есть интересный. Тоже мульчер. На причине, кстати, как вам такая техника именно МДН. Ну, хотя в них своих аппаратов немае. Да, в них в основном они закупочные. То есть всю технику мы с вами бачили в других куботах. А именно это мотоблоки, мини-трактори для польских куботах, Янмар и так далее. Ну, все равно интересно поделиться даже и на ютку техники, какой они пользуются. Мотоблок старенький. Старенький мотоблок. Что-то я, кстати, и не находил там особо таких новых, каких-то интересных. Все старенькие они какие-то. Ну, а может просто мне та техника не попала. Не знаю. Ну, передивился, я много видео перешукал. Что-то в видео, то и по находиться. Ну, земля тут видно. Да, земля воно, конечно, не дуже такая прям хорошая. Ну, увы, но есть и они у Холманды катаются. И тебе, да. Не скажете, мини-трактор. Отлично. Ну, и пола тут, как мы видим, он золоченькая такая. Хорошая. Наверное, больше всего выращивают сахарные тростные тоже. Используют стандартно дисковые полугреты, как в Таиланде, в Вьетнаме, в Индии. Используют стандартно дисковые полугреты, как в Индии. Есть интересная техника. Есть. Там даже такая техника, где в других странах нет. Ну, хотя такую технику я бачил, по-моему, в Индии тоже таки катаются. Мотоблоки тоже не особо такие новенькие. Ну, по-моему, приводный дисковый, это, конечно, интересный был. По-моему, я таки бачил только, как я делал подборку про Китая, Японию. Такий самый был. Ну, не знаю, в принципе, что обычный дисковый полуг, что этот полуг, а результат, по-моему, одинаковый. Ну, вот все, кстати, как есть мотоблок. Такого точно не было, чем не дать. Так, ну, по-моему, наверное, сахарный тростник, если я ошибаюсь, то исправьте в комментариях. Ну, вот этот трактор, наверное, хороший, здоровый такой аппарат. Так что у них есть непоганые тракторы такие. Может даже, может и свои есть. Кто же, не видно, что за марка трактора была. Зарыхлиют в межрядке. Ну, все равно знаю, все больше аппарат, похоже на какую-то самоделочку. Ну, хотя такие кущи, он пытается мульчировать, что... Ну, бедная техника. Это если бы кто-то там заезжал в трактор с мульчером, то да, так. Такие аппараты. Ну, хотя, если поделиться, справляются тоже непогано. Перебивают эти невеличкие дерева. Так, ребята, вот это подходит под подборка до своего кинца. Так что, в принципе, если поделиться, есть интересная у них техника. Да. Ну, для каждого своя техника, для каждого своих работ, для своих условий, то значительно такой техники хватает. Ну, в принципе, как мы видим, мы видим и американскую, и китайскую, и японскую технику, то интересно. Интересно было поделиться, интересно было сделать вам подборочку. Ну, и стандартно, вы можете тоже оценить, написать комментарий, как вам. Такая техника, может кто-то побачит для себя что-то интересное. Ну, хотя запуг обычный, это величезный плюс. Очень редко в этих странах, Таиланда, Вьетнам и так далее, есть вот такие обычные пуги, как у нас. Ну, сразу видно, как именно и в Вьетнаме тоже там занимаются рис, сахарный тросник, то, конечно же, и в Таиланде так же рис, сахарный тросник и другие там культура. Ну, кстати, в них мотоблоки какие-то интересные, а особенно прицепи. Так как Таиланд, он находится недалеко от Японии, то у них очень много именно японской техники. Как даже видно на видео, это и куботы, янмары и так далее. Интересная такая гусеничная техника, как раз для их полей рисовых, потому что очень часто они там устряются. А уже такая техника на гусеницах, вона набагато проходимейше будет. Ну, и население на их Украине 70 млн плюс-минус. Я бы сказал так, приличное население. Конечно, не ровнять с Китаем або Индией у них больше миллиарда. Ну, тоже, в принципе, здорово. Украина 70 млн плюс-минус. Интересная гусарка мини. Да, видно убирают сахарный тросник для большинства всего. Ну, это компонент, кстати, у них крутой, то у них там гурка, я бачу, идет трохи по-другому. Видно тоже, наверное, какой-то самодельный тракторець. Да, ну, они используют, как видно, дисковые плуги. Таких, как у нас, плугов там немае. Земля, видно, суха, 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 дуже. Наверное, растеблющи все капуста, то видно, что они ее поливают. То, что просто-напросто, воно, я думаю, там засохла. Ну, Украина, видно, не бедная. То, что очень много техники. И дорогие техники, это там самого взять куботы, японские мини-трактора и трактора, то они стоят очень дорого. Если там сравнить с Вьетнамом, то такой техники там не много будет. Ну, именно то, что можно увидеть в видео. Может, там их много, кто его знает. Но если именно делать подборку, то их там не очень много. Но самое интересное, это в них красивее делают такие трактора интересные. Ну, такие мотоблоки, кстати, можно увидеть и у нас. До нас их тоже привозят такие беучные. Но цена на них, наверное, тоже кусается. Японские. По качеству там они будут очень хорошие. Не знаю, может, у кого есть такой мотоблок, то напишите ваш отзыв. Будет интересно почитать. Да, так как и тоже в Таиланде великая местность именно горы, то там тоже много и гористых местностей, и также камни, конечно. Ну, а больше у Незонии, то там выращивают рис. Дуже много речек. Ну, и кому интересно, может, омиваются южно-китайским морем. Да. Если что-то перепутал, то напишите в комментариях. Та-дам! 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 ТО-дам! Да, тоже японский аппаратик, мотоблок, ну даже тут даже видно фрезерует, то земля тоже суха, сухисенькая, значит там климат у них жаркий. Да, ну не бачил, я бачил аппараты, но на радиоуправлении в Таиланде, ну совершенно нового блюда. Может кто-то знает, для чего он сделан, и даже не понятно. Может если там будет упрыскиватель, то да, а так вроде бы и не видно. У меня плана такая была широкая косилочка. Не, ну я думаю комбайнером, тем что мы бачили, набагато лучше убирать сахарный тресник, чем его тогда собирать. Ну, больше всего, наверное, кто-то беднейший. Потому что, я думаю, тоже уборка комбайна будет стоить не мало, таких у нас тоже. Играет музыка. Да, ну именно таких тракторов в Вьетнаме точно побачить не можно. Они есть только в Таиланде. Ну хотя у Вьетнаме там другая техника, тоже много интересной, особенно самодельных аппаратов. Хто не бачит тут поборку, можете перейти подивиться на канал. Есть три части про Вьетнам. 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 Непогано. Тех похоже трохи на заводский вариант. Вьетнам. Вьетнам. Также не забываем написать в комментарии, как вам техника Таиланда. Я думаю, виплата кому именно понравится и запонятна японская техника. Это именно мини-тракторы, мото-блоки, да. По качеству Таиланда тоже хорошая. Вьетнам. В Esto. Ну кстати вот тут я так, и не понял что он убирает? Может кто-то знает, так же мы заплачиваем это в комментариях. Какие-то похожи на какую-то смолу, не знаю. Какие-то, больше всего, наверное, отходы разгребают. Не, ну уборка именно комбайном, о том, что мы смотрели, сахарный трусник, то он убирают шикарно. Вон заразом отделяет стебла, листки. Тут приходится им прямо с листками зусимно собирать и грузить на машину. Не очень такая работа приятная. Но то, больше всего, какой-то дорогой комбайн был. Интересный как-то подборщик. Прямо именно грузят на платформу. Не треба его там бегать или какие-то собирать. Видно, поля здоровые есть у них. Ну конечно, и для таких полей техника у них шикарная, и с фрезами. Но захват фрезы очень здоровый. И тем более быстро фрезерирует. Ну я думаю, эскаваторами никого там уже не удивишь аж нияк. Но себе все равно техника красива. Не дуже у них много здоровых таких тракторов. В основном у них такие мини-трактора, мото-блоки, мини-техника така. А здоровых таких у них тракторов даже я столько робил подборки, то дуже мало таких. Интересный эскаватор оцей. Даже не видно и где в него там и стоит мотор. Видимо, что может с того пугаться. Крутий мотоблок для посадки именно рассаде. У нас таких точно немае. Пожалуйста, иду, гуляю. Мотоблок то и садить сам. Красота. Не знаю, подивився около 10 000 видео, пока я это делал подборки, да? Но такой копалки я еще не видел. Такой именно очень широкий. Напишите в комментариях, кто именно видел первый раз такую копалку. Часник. Ну вкус, кстати. А именно часник. Ну копалка тут просто якась мега крута вообще. Я думаю. Я думаю, такой копалкой копать два рядка картошки будет шикарно. Крутий. Крутий. Обязательно напишите, чи вы хотите, чтобы я сделал подборку про именно копалки Китай-Японии. Потому что у них очень много таких вариантов, которые у нас вообще не видят. А даже в других странах тоже не видят. Только у нас такой аппарат. Кто напишите в комментариях, чи сделать такую подборку. А боковый привод до фрезы интересный. Ну у нас наверно до мотоблока такого не прицепишь. Тут какаясь работа редуктора у него другая по себе. Не так такой у наших мотоблоки. Хотя у нас тоже сбоку есть выход. Можно подключить, но работать наверно она не будет. А хотя кто знает в принципе. И главное обои АПЛС повертаются. Это конечно очень круто из-за того, что у него меньше будет радиус поворота тогда. Да, какая-то технология у них интересная. Они на цей гнизь складывают прямо там у сараги сбоку. Интересно. А лежит так много. Да, мотор у него сбоку стоит. По тому виду было мы видим от мотора как раз. Ну комбайн отличный, но толировка у него там вообще бомба. У нас би дуже в оцей аппарат непогано пішов би на охучивание картошки. Картошки, кукурузы. Я не знаю, это было бы... Это было бы что-то просто. Именно круто то, что он накидает, по-моему, так у бока кидает землю. И работает так фреза. Не страшно было там ни грудки, ни чего. Пожалуйста, он перефрезовывает и сразу эту землю кидает на сторону. Конечно, этот вариант был бы идеальным. Так как много, кто и за охучиванием это картошки, мучается. Ну, не получается, потому что это не легкая такая работа для мотоблока. Да, ну круто то, что так смещается ручка в сторону. Но, мне кажется, управлять ним так все по-дуже-дуже сильно привыкли. Уже потянуло другую сторону, было его скривило. Монтер работает, и видно, что у него пища поставлены все клёны. По-любому там фигнеют все житие и капли, наверное. Не знаю, тут мне по-моему не хватает скорости. Трогая скорость подрезания. Потому что он аж бедолаха побуксовывает. Не успевает подрезать. Само же. Ну, у этого нормально вона работает быстро. Наверное, посаженный чеснок. Ну, копалка это, конечно, что-то просто. У нас даже один копать трудно. Бывает там и пробуксовывает, и забивается. А тут копает такую величезную ширину просто. Я не знаю. Благодарю. 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 На то, что идти сзади него Плюс он и брызгает, резервирует и наверное висит Купалка с приводом из цеснин от справа Но я думаю такая купалка даже пішла на нашу метаболу Для него просто противиться на ту шоколадную поправку Не взбивайся Подрезание бомбоко Ну и рожай тоже хороший Не поспоришь Не, ну по-моему забогато картошки тут Больше всего Для Вкусно Наверно два рядка у горбу Это же ну забогато там И ширина дуже здорова у горбации Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...